Уважаемые телезрители! Она остается предельно сложной. Это вызывает у россиян растущую тревогу. Многие задаются вопросами, что происходит в республике? Зачем российские войска находятся в Чечне? Сначала отвечу на главный вопрос. Российские солдаты и офицеры защищают единство России. Это непременно условие существования российского государства. Чеченская республика – часть Российской Федерации, состав которой закреплен Конституцией. Ни одна территория не имеет права на выход из России. Второй момент. Выборы президента Чечни проведены, по сути, в условиях военного положения и только в некоторых районах, существовавших в то время Чеченой Ингушской Республики. Нынешнее руководство Чечни не было признано ни прежним законными властями Чечни, ни федеральными властями Российской Федерации, ни мировым сообществом. Отсюда однозначный вывод. Режим Грозным незаконен. Им нарушены базовые нормы Конституции Российской Федерации. Режим Грозного целенаправленно разрушал государственность Чеченской Республики. Сегодня там нет ни власти, ни закона. Укреплялись только вооруженные подразделения, преданные лично Дудаеву. Политическая жизнь в республике постепенно стала вытесняться противоборством вооруженных группировок. Время от времени оно выливалось в кровавые столкновения. Чечня раскололась на ряд зон со своими лидерами и незаконными вооруженными отрядами. Большинство жителей, независимо от национальности, лишились даже малейшей возможности хоть как-то повлиять на ход событий. Любое инакомыслие, малейшее несогласие или критика в адрес режима могли стоить жизни. На Чеченской земле утвердился вооруженный беспредел. Более 200 тысяч человек различных национальностей были изгнаны из республики. В течение трех последних лет федеральные власти настойчиво пытались убедить так называемых чеченских лидеров в том, что жить в России и быть вне России невозможно. Но чем дальше, тем агрессивнее и оскорбительнее вез себя Грозный. Переговоры были сорваны. Чеченская республика превратилась в крупнейшую опорную базу политического экстремизма. Она стала центром притяжения всех крайних экстремистских и националистических сил. Нельзя не сказать и о другом. Режим Грозного силой навязал чеченскому обществу развитие по криминальному пути. Население Чечни по сути дела переведено на самообеспечение. Экономика республики развалена на 90%. Прикатилась правоохранительная деятельность. Насилие и разбой стали здесь обыденным делом. Произвол основополагающим принципом жизни. Республика наводнена оружием. Кто угодно может использовать его по своему усмотрению. Одним из главных направлений политики Грозного стало стимулирование по всей России и за рубежом противоправных действий. Представьте себе, в Чеченской республике нашли укрытие более тысячи преступников, объявленных во всероссийский розыск. Режим, установленный в республике, стал источником повышенной криминальной опасности и прежде всего для России. Речь идет не только о так называемой чеченской или российской мафиях, но не в меньшей, а может быть в большей степени оборганизованных преступных группах из других государств. Думаю, все хорошо помнят террористические акты в последних лет, в Ростове-на-Домну, в Минеральных водах, в Махачкале, в других. Именно в Чечню бежали террористы, чтобы укрыться от суда и справедливого наказания. Настоящим бедствием стали повальные грабежи, проходящих по Чечне гражданодорожных составов. Только за этот год было разграблено 120 поездов. Железная дорога практически превращена в руины. Нанесен ущерб сотни миллиардов рублей. При активном участии преступных группировок из Чечни организовано хищение денежных средств с использованием фальшивых авиазои и чеков в особо крупных размерах. Сумма ущерба, нанесенного в стране, достигает 4 триллионов рублей. Огромный урон финансовой системе России нанесло печатание фальшивых денег Чеченской Республики. В последнее время усилилась деятельность чеченских группировок в сфере наркобизнеса. Через Республику был проложен маршрут для караванов с наркотиками и оружием. Рынок оружия стал источником криминальных доходов режима. Главный вывод. Ситуация в Чеченской Республике чем дальше, тем больше оказывала разрушающее воздействие на стабильность в России. Она стала одной из основных внутренних угроз безопасности нашего государства. Скорейшее восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике было единственным выходом для нормализации жизни на этой земле. Сейчас нередко звучит вопрос, имело ли государство право на силовые действия в Чечне. Это, поверьте, один из самых сложных вопросов. Россияне долго и справедливо упрекали нас и меня как президента в нерешительность, в отсутствие политической воли, нежелание навести порядок на территории Чеченской Республики, неотъемлемой части России. Крайне сложная ситуация потребовала принять тяжелейшее решение, применить вооруженную силу на территории Чечни. Можно лишь сожалеть по поводу высказываний отдельных деятелей, которые пытаются упрекать федеральные власти в жажде крови, стремятся опорочить любые действия органов власти России. Среди них есть, к сожалению, и такие, кто делает это, будем говорить прямо в угоду своим политическим амбициям и для накапливания будущего капитала. Это не пройдет. Все, что происходит в Чеченской Республике, держу под особым контролем лично. Мне известно, что чеченские лидеры многое делают для того, чтобы расколоть центральные власти по вопросу кризиса в Республике. Мне известно, что не без участия чеченских денег функционирует ряд средств массовой информации России. Я должен откровенно об этом сказать. В то же время хочу поблагодарить руководство Республики Северного Кавказа за полную поддержку действий федеральной власти по наведению порядка, изъятие оружия, ликвидации очага преступности в Чеченской Республике. Мы ведем непростой диалог с депутатами обеих палац федерального собрания. И по главному вопросу наши позиции совпадают. Нужно искать политические средства разрешения чеченского кризиса. Но вы сами убеждаетесь, что нынешнее руководство Чечни ставит перед собой иные цели. Восстановление законности и правопорядка в Республике вызывает ожесточенное сопротивление националистических и экстремистских сил. Основная ставка делается на так называемую национальную карту. Расчет ясен. Особенно если учесть трагическую историю чеченского народа. Тем важнее донести до каждого человека в Республике, каково истинное положение дел, перед каким выбором в действительности оказался чеченский народ. А выбор невелик. Либо восстановление нормальной жизни, либо поглощение Чечни криминальным миром. Ни о какой свободе, ни о какой независимости, ни о какой безопасности во втором случае не может быть и речи. Особо хочу сказать о миссии подразделений федеральных войск и органов внутренних дел, которые находятся сейчас в Чеченской Республике. Им сейчас тяжелее, чем кому-либо в России. Российские воины и милиционеры оказались на переднем крае борьбы с наиболее опасными, мощными и наглыми силами российской и международной преступности и экстремизма. Обманом, игрой на патриотических и эллигиозных чувствах, деньгами, угрозами этим силам удалось стянуть в вооруженную борьбу часть и местного населения. Среди тех, кто оказывает сопротивление, есть профессиональные террористы и наемники из других государств. Солдаты, офицеры, сотрудники МВД. Вы направлены в Чечню для защиты государственных интересов России, интересов всех народов нашей страны. Вы находитесь под защитой государства, российской конституции, под личной защитой президента. Перед вами поставлена конкретная задача. Разоружить банк с формированием. Добиться сдачи или уничтожения тяжелого оружия. Помните, что разгул бандитизма на чеченской земле грозит опасностью всей нашей стране. Его жертвами могут стать и ваши родные. Помните, что наша общая цель – помочь чеченскому народу выйти из этой беды, в которую он попал, помочь наладить нормальную, мирную, спокойную жизнь. Я понимаю, что военным сегодня нелегко. Нелегко министр обороны, министр внутренних дел. Они находятся в тяжелых условиях, не обласканы средствами массовой информации. Но прошу вас приложить все усилия для выполнения поставленной задачи. Верю, что вы это сделаете. Усилия военных и милиции уже дают результаты. Выполнен первый этап разрешения кризиса. Кольцо вокруг грозного сжалось. Вооруженные группировки блокированы. В ряде мест подразделения вооруженных сил уничтожили скопление незаконных формирований и тяжелой военной техники. Действия банд, которые оказывают сопротивление, будут жестко пресекаться и впредь. Налажен контроль по периметру границ Чеченской республики. Наемники сейчас уже пройти не могут. Прекрасилась перекачка в Россию оружия. Наркотиков и фальшивых денег. Это благотворно сказалось на обстановке во всей стране. Но граждане России продолжают погибать. Все больше разрушений. Говорю об этом с болью. Знаешь, что многим сегодня закрыта возможность покинуть Грозный. Но это временно. Тем более важно обеспечить условия для выхода мирных граждан из города. В то же время нужно наладить бесперебойную работу фильтрационных пунктов, чтобы не допустить просачивание оружия за пределы блокированной зоны. В Грозном все еще остается большое количество вооруженных людей. Не исключены попытки прорыва их формирований за пределы города. Можно представить, что будут делать они на своем пути. Поэтому не могу не разделить беспокойство местного населения по поводу ухода российских военных до выполнения поставленных перед ними задач. Этого не случится. Среди руководствов Грозном есть те, кто понимает, что сопротивление вооруженных формирований бессмысленно. Законность и порядок на территории Чеченской республики будут восстановлены. Грозный должен быть очищен от преступных элементов в сжатые сроки, о которых мы вчера договорились на Совете Безопасности. Горде узел Чеченского кризиса можно разрубить. Но слишком дорогой ценой, ценой жизни, некоторые части граждан России. Ради сохранения жизни людей, но и дано указание исключить нанесение бомбовых ударов, которые могут привести к жертвам среди мирного населения Грозного. Путь к политическому урегулированию по-прежнему открыт. Полномочия на проведение переговоров от имени президента России и имеют Гегоров, Степашин, Квашнин. Они с участием представителей Совета Федерации и Государственной Думы готовы приступить к переговорам с лидерами незаконных вооруженных формирований. Предмет переговоров – прекращение огня и сдача оружия. Сегодня моим указом создана наблюдательная комиссия по соблюдению прав человека при восстановлении конституционной законности в Чечне. Рассчитываю, что содействие ее работе окажут старейшины и религиозные авторитеты народа. В республике уже началось решение мирных повседневных задач. Людям оказывается материальная помощь. Им доставляются продовольствия, медикаменты. Нам надо помочь в восстановлении работы больниц, поликлиник, школ, в обеспечении охраны нефтепромыслов, в подготовке к весеннему телу. Мною отдано распоряжение направить в республику учителей, врачей и других специалистов. Полтора года в Чечне не работая с почты. Прекратила свою работу связь. Только задолженность по пенсиям в республике составляет 105 миллиардов рублей. Все выделенные раньше деньги на эти цели руководство Грозного расходовало на закупку оружия. Из других регионов Российской Федерации в Чечню уже поступает помощь, и она будет расширяться. Я благодарен, кто этим занимается. Хочу отметить работу сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и Федеральной миграционной службы. В крайне сложных условиях они действуют организованно и результативно. Обращаюсь к руководителям всех министерств и ведомств России. Не ждите специальных указаний. Начинайте разворачивать на территории Чеченской Республики активную мирную работу. Способствуйте налаживанию мирной дальнейшей жизни. Дела много. Мы чувствуем, гражданское население, измученное лишениями, стремиться к нормальной жизни. Надеяться, что она будет налажена как можно скорее, и все больше и больше людей верят, что именно федеральные власти помогут решить эту проблему. Это желание нельзя не понять. Как президент России, гарантирую, Грозный был и останется городом, где живут и чеченцы, и русские, и люди других национальностей. Никаких препятствий для возвращения жителей в столицу в другие населенные пункты Чечни нет и не будет. Сегодня важнейшим условием организации нормальной жизни в республике является привлечением к этой работе тех людей, кому доверяет чеченский народ. Не буду заранее определять форму такого представительства. Данный вопрос должен стать предметом переговоров в ближайшее время. Для нормализации обстановки необходимо восстановление работы местных органов. Вместе с территориальным управлением федеральной власти в Чеченской республике они будут налаживать экономику, обеспечивать нормальную жизнь граждан. Первая очередная задача восстановления чеченского участка северокавказской железной дороги. Это поистине дорога жизни не только для Чечни, но и для всех республик Северного Кавказа и Закавказья. Перспективная задача готовить условия для проведения выборов после урегулирования обстановки в соответствии с Конституцией Российской Федерации и ее законами. Сейчас все зависит от людей, держащих оружие в Чечне и противостоящих законной российской власти. Рассчитываю все-таки на добрую волю многих из них на их здравый смысл. Но я хочу обратиться ко всем жителям Чечни, других республик Северного Кавказа. В это нелегкое время чеченский народ нуждается в помощи и поддержке. Верю в вековую мудрость горстких народов. Верю, что вы разберетесь во всем, поможете сделать это тем, кто сегодня обманут и оскеплен. Россия не является врагом мусульман. Любой народ, проживающий на ее территории, имеет право на сохранение национальной самобытности, своих традиций. Все мы хотим одного, чтобы как можно скорее жизнь Чеченской республики вошла в мирную колею. Судьбу чеченского народа должны определять не авторитеты преступного мира, как было эти три года, не те, у кого больше оружия и боевиков. Только сам народ должен решать, как жить дальше. Так и будет. Хочу заверить всех россиян, не волнуйтесь, порядок и мир в Чечне будут восстановлены. Причем будут приняты меры, исключающие затяжку с решением этой сложной проблемы. Об этом мы договорились на вчерашнем заседании Совета безопасности Российской Федерации. Мы передавали обращение президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина в связи с ситуацией в Чеченской республике. Продолжение следует...